Крестик Здравствуйте, дорогие друзья! Часто у нас звезд спрашивают Не надоело ли вам кривляться вот так вот изо дня в день? Надоело, отвечаем мы Но что поделаешь, сермяжная правда жизни Итак, понедельник снова в эфире проще простого Сегодня у нас в гостях Алексей Романов Группа Воскресенье Величайшая пеница всех времен и народов Лика Алексей Макаревич Он же группа Воскресенье Он же выдающийся продюсер группы Лицей Он же фантастический художник-предитатель Гордость нашего хоккея Гордость всей нашей Родины Неоднократный чемпион всего, что только может быть Сергей Стариков Ну, Ивана Кононова Прекрасного телеведущего представлять практически нет смысла Потрясающая актриса Елизавета Никисихина Режиссер видеоклипов всех бухгалтеров и бухгалтер-шнайперов В свете Сергей Косыч Человек, который не нуждается в представлении, я скажу просто Евгений Александрович Маргунов И Сергей Мазаев Моральный кодекс Все это понедельник проще простого Итак, две наши жертвы Люди, которые пали Пали перед соблазном сыграть в это уникальное супершоу, суперигру Итак, это Ольга Рогачева А вот это слева от меня и справа от вас Василий Ляпич Как давно мы все не виделись Итак, вот эта монета достоинства 50 российских рублей Я подбрасываю ее Нолик у нас Орел А крестик у нас Решка Кто же будет первым ходить? Невысоко подбросил Подброшу еще раз Орел Ольга Рогачева Ольга Вы математик? Да Скажите что-нибудь на вашем математическом языке Ой, не стоит Хорошо, не нужно, спасибо С кем вы будете играть? Я буду играть с Сергеем Стариком Вот так вот? Да Вы, естественно, всегда выбираете настоящих мужчин Сергей Скажите, пожалуйста Как называется сестра мужа? Заловка, сноха или своячница? Сноха Сноха А что по этому поводу думает наш выдающийся математик Ольга Рогачева? Сейчас я подумаю Подумайте, Ольга А сколько вы будете думать? А я согласна Вы согласны? Да Вы согласны с тем, что это сноха? Да К сожалению, это ошибка Первый крестик у Василия Я напомню вам Я напомню, что каждый из наших звезд имеет право блефовать То есть обманывать наших игроков Так что все все-таки находится в руках игроков Самих Василий Да Василий Ляпич Вы, студент, не побоялись выйти играть против математика Это фантастика Вы студент Студент, как я узнал Монгольского государственного университета Из самой Монголии приехал к нам сегодня Василий Из самого Монгольского университета Вот как широко разворачивается движение проще простого По необъятным просторам нашей планеты Василий Скажите что-нибудь по-монгольски И скажите по-монгольски, с кем вы будете играть По-монгольски, с кем я буду играть? Да А мне по-монгольски ответят? Ответят, поверьте мне Иван Кононов Иван Кононов Видите как? Я тоже знаю монгольский язык Прекрасно понял Василий будет играть Что я должен ответить? Только непонятно Вельмес По-русски, да Иван Скажите, пожалуйста По какому инструменту настраивается Симфонический оркестр? Гобой? Скрипка? Или же флейта? Выбери что-нибудь Что-нибудь придется Скрипка, я так положу Скрипка Что по этому поводу думает Студент монгольского государственного университета? Василий Скрипка Я согласен, что скрипка Василий Ляпич согласился только что с Иваном Кононовым Зря! Ставим нолик на это место Счет 1-1 Потому что оркестр Симфонический оркестр Всегда настраивается по инструменту Под названием Гобой Итак, Ольга, я прошу вас Я буду играть с Сергеем Косычем С Сергеем Косычем Прекрасный выбор Прекрасный Скажите, Сергей То есть это угу, вы уже сказали как бы Да, да, это ответ Вы согласны, Ольга? С угу Сомневаюсь Вы сомневаетесь? Да Ну тогда Ответь, пожалуйста, Сергей Где находится гора Килиманджаро? В Африке, в Северной Америке или в Южной Америке? Я думаю, что в Южной Америке В Южной Америке? Хе-хе-хе Математик, наш уважаемый математик Я не географ, я математик, но я согласна Только что математик согласился с клипмейкером Вот они вместе согласились И Высин, Шанчов, географии Они не понимают Килиманджаро находится в Африке Итак, 2-1 В пользу Василия Василий студент выигрывает у математика Просто удивительно Как такое может быть? Не понимаю Тем более студент монгольского университета Василий, с кем вы будете играть? С Алексеем Романовым Отличный выбор Алексей Известно, что Москва, Третий Рим А какой город является вторым Римом? Константинополь, Афины или же Иерусалим? Я скажу Константинополь Согласится ли Василий? Василий согласится Василий согласился Василий согласился И выиграл первый раунд в неделе Первый раунд проще простого О, это фантастика Второй раунд Субершоу проще простого Понедельник Мы все очень рады этому событию 250 тысяч отечественных рублей В банке Василия Ляпича И он выигрывает у Ольги Рогачевой Математика Итак, поскольку, сколько она проигрывает Мы даем ей право начать в этом раунде С кем вы будете играть, Ольга? С Иваном Кононовым Прямо из центра Да Скажите, пожалуйста, Иван Как называется стерженек для неподвижного соединения двух деталей? Шпунт, шплинт или штифт? Штифт Вот штифт это знакомое слово по всей радости Оно и есть Оно и есть Из этих трех мало знакомых Из этих трех У Ольги очень мало знакомых слов Ну все в основном цифры, математика Да А я не согласна Только что со штифтом Ивана не согласилась Ольга И напрасно не согласилась Абсолютно правильно Стерженек для неподвижного соединения двух деталей Это штифт И так снова ведет Василий Ох уж эти монгольские студенты, боже мой С кем мы играем? С Ликой С Ликой? Да Лика Ты готова? Я всегда готова К чему ты всегда готова? Это так в школе меня учили В школе учили? Понятно Хорошая была у тебя школа Да, я себя чувствую здесь как зоопар Ты меня такой, вроде, не трех, все Задаю вопрос Что в Англии называется королевским обществом? Министерство внутренних дел, парламент или же Академия наук? Василий Вася Василий Вот они Ну я думаю, что это парламент Парламент Королевское общество, парламент Василий Но Англия не Монголия, я не согласен Вот это да! Уникальное заявление Англия, сказал Василий Ляпич Это Еванголия И был абсолютно прав Академия наук И так, 2-0, Коль, грубо Сумеря Ляпича Потрясающе Ольга, ну соберитесь Боже мой Вы же математик Ничего не бойтесь Ничего не бойтесь Все будет хорошо Все будет хорошо Даже если вы проиграете Поверьте Страшно Нет, конечно, это страшно Почему? Ужас просто А как потом соседям в глаза посмотреть? Ну хорошо С кем вы будете играть? С Евгением Моргуновым Отлично Евгений Александрович Скажите, пожалуйста Вы должны это знать, как никто Сколько жен было у Ивана Грозного? Одна, две Восемь А я третий еще был вариант Не меньше семи То есть вы как бы говорите восемь Восемь жен у Ивана Грозного, да? Да Я считаю, что у Ивана Грозного был не меньше семи жен Не меньше семи жен был у Ивана Грозного Ох уж эти цари, ей-богу, в самом деле Могут себе позволить Могут себе позволить, да Уж Просто не царь, а бабник какой-то Она совершенно права Итак, говорит Вот она напряженная борьба Супер-шоу проще простого Да, Василий, и мы продолжаем игру С кем вы будете играть? С Алексеем Романовым Угу Ну, да уж Осторожнее Алексей Да Кого в старину называли Сердюком? Сердюком Наемного казака, получавшего жалование Нелюдимого хмурого крестьянина Или же сельского сапожника Мне больше понравился Нелюдимый хмурый крестьянин Нелюдимый хмурый крестьянин Василий Сердюк Сердюк нелюдимый хмурый крестьянин Сердюк О, похоже, похоже Хмурый, хмурый, Кусыри Я не согласен Не согласен Совершенно правильно, не согласен Потому что наемный казак Это Сердюк Ох, Василий Василий Сидите сейчас в Монголии А, видимо, русский-то не забываете Ольга, с кем будете играть? С Сергеем Мазаевым О-о-о Уникальный выбор Уникальный Сережа Скажи, пожалуйста Кого на Руси называли мягкой рухлядью? Старую мебель, пушной товар Или же непригодную шерсть? Думаю, второе Пушной товар Оль Я согласна Ольга согласна Ольга согласна Правильно согласна Кто же не согласится с Сергеем Мазаевым? Пушной товар, мягкая рука Отлично Итак, 2-3-3-2 Ох, когда же эти линии заполнятся, ты, черт побери С кем мы играем, Вася? Васим Кап Алексей Макаревич Алексей Макаревич О-о-о Скажите, пожалуйста, молочник Это Самец акулы? Самец мурены? Или же это самец щуки? Ну не знаю, как, дурить голову, не дурить? Дури, конечно, дури Когда ты дуришь голову, прям так приятно Ну тогда щуки, Вася Я не согласен Не согласен? Вася решил не соглашаться, естественно Ха Щук в Монголии нет, все акулы Зря не согласился Самец щуки правильный ответ Итак, 3-3, Ольга, все шансы, все шансы Но из последних сил С кем играем? С Елизаветой Никищихиной Я так и думаю Елизавет Скажите, пожалуйста Не таясь Потому что я уверен, вы знаете ответ на этот вопрос Как называется игральная карта от двойки до десятки? Фаска, феска или же фоска? Ну тройка, семерка, туз, вот это все, вы помните? Оля Фаска, феска, фоска Фаска? Фаска Оленька Я не согласна Ольга не согласилась, только что не согласилась Она только что не согласилась И абсолютно правильно она выигрывает Чет становится 1-1 250 тысяч рублей Фоска, правильный ответ Фоска, дорогие мои Кто же мог знать? Конечно, в карты играем мало уже сегодня Времена другие Что поделать? Итак, счет 1-1 250 тысяч рублей Против 250 тысяч рублей Василий Ляпич Против Ольги Рогачевой Уникально Математик Против монгольского студента Такого еще не бывало Итак, мы отправляемся В третий В последний Финальный Ударный раунд Финальный Шоу Внущи Простого Понедельник Ольга Рогачева Если вы помните А если вы не помните То это Василий Ляпич Счет На сегодняшний момент 1-1 Итак, подбрасываем Как-то неуверенно Легла в руке Подброшу еще раз Ну ладно Для ровного счета Третий Подброшу Не бойтесь Третий раз Это, соответственно У нас Орел Я не побоюсь С того слова Даже где-то Орлица А это у нас Решка Смотрим О, Решка Да, счастье Василия не покидало С кем вы играете? С товарищем Бывалым С кем? С Евгением Моргуновым С товарищем Бывалым Хорошая история Евгений Александрович Скажите, пожалуйста Какого роста Родился сын Царя Салтана Из сказки Пушкина? Одноименный 51 сантиметр 71 сантиметр Или же 91 сантиметр 17 32 36 было Когда он сократился В размере 36 Он сократился Я думаю, что Пушкин сам колебался 51 сантиметр 71 Или 91 сантиметр Ну, Василий Давайте Народы ждут Евгений Александрович Отказывается От версий Я не отказываюсь Я-то знаю Но я хочу Услышать Что скажет Василий Да или нет Хорошая история Ну, Васенька Значит, сколько там? А сколько Не возьми Все правильно 51 71 91 Царский Сынок Царский Ну, посерединке 71 сантиметр Да Он подглядывал Такая история Зрение у него Хорошее По-монгольски В степях Там они смотрят Знаете, все видно у них 71 сантиметр Совершенно правильно Только что выиграл у нас Многоуважаемый Василий Ляпич Ну, Василий Ляпич Как вы решаете Вы пойдете дальше В суперигру Или 500 тысяч рублей Которые вы выиграли Вы унесете с собой И никакой суперигры У нас не будет Никаких ключей И ничего подобного Нет, ключи Это интересно Я пойду в суперигру Василий Ляпич Студент Монгольского университета Находится сейчас здесь В понедельник В суперигре Прыщебросова Он дошел Он дошел До этой суперигры Вы понимаете Вот они, 9 ключей Посмотрите на них Здесь где-то один От этого ящика В котором находятся ключи От автомобиля Я совершенно точно знаю Там ключи от машин Вася Тяни Открывай Не закрой А если нет, то что? А если нет На нет, то сюда нет Ну как-то нет Завтра Дорогой Васенька Мы ждем вас здесь Будете играть до тех пор Пока ящик не откройте И не уедете отсюда на машине А я сам сейчас пойду открывать Взял на всякий случай два Потому что не помню Какой из них Открывает Чтоб меня не подумали Что его там не было Этот не открывает Может вот этот открывает Тоже не открывает Ну это как обычно, естественно А может замок заело Такой тоже бывает Бывало заезд замок И никак его замок не открыть Тогда кричишь Эй, принесите пилу Ничего, несут пилу И все равно, знаешь, Вася, бывает С пилой люди приходят по ночам Открывают замок Вынимают ключи Мы приходим утром на съемку Бац, ни одной машины нет Все уехали О, думаем, какой барзак у нас творится Хоть бы закрывали студию на замок Нет, замок всегда распилить можно, понимаешь Или что-то еще Вот он, ключичек Вот он, замочек Вы видели? Вот он Я достал его отсюда Я не Игорь Хио Не фокусник Это на самом деле ключ Вася, к сожалению, не вытягивает ключ Его 500 тысяч рублей Переходит на следующий день Мы все очень рады этому И завтра ждем вас У нас в игре Проще простого 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 Проще простого